Часто римские солдаты рисуются с красными элементами экипировки, то щит красный, то мантия, то гребень, то юбка, откуда инфа такой доминирующей цветовой доминанти? Ниоткуда, это просто придумка, что вот, как я только что сказал, Легион, это он римский, Марс бог войны, все должны быть в цветах Марса, это, конечно, не так далеко, потому что какие только там цвета не использовались, я сильно подозреваю, что использовались те цвета, которые удалось быстро достать к моменту заказа данного снаряжения, вот и всё, потому что вообще у нас нет ни одного источника, который бы говорил, что все щиты красные, все гребни красные, все туники красные, все плащи красные, чушь собачья, конечно, нет, мы просто не знаем таких источников, а раз мы не знаем, мы не имеем права об этом говорить, более того, мы знаем массу вариантов, когда раскраска была там и синяя, и зелёная, какая угодно. Ну опять же, я же говорю, что вот у вас заказана партия щитов, их нужно сделать за неделю тысячу штук, блин, у вас только зелёная краска, всё, щиты будут зелёные, ведь важно, чтобы они а были, б были покрашены, потому что краска сильно предохраняет от влаги, значит, должны быть покрашены, в какой цвет, это уже вообще отдельный вопрос. Я вот помню на заре моей реконструкции, как у меня мой герб появился, лыцарский в реконструкции, я себе нарисовал, как юноша хорошо рисующий, сильно амбициозный и немного понимающий в геральте, я себе нарисовал шикарного совершенно золотого леопарда на чёрном поле, прям вообще такое всё английское-английское, ну и у нас был в 1996 году первый наш турнир, в котором я принимал участие, сидел я в общаге у моего непосредственного боевого командира Алексея Снитко, привет, Лёш, и щит-то я соорудил, он уже был весь обтянут тканью, там висели ремни, нужно было украсить, и, значит, смотрим, я на Лёшу, Лёшу на меня, что смотришь, давай крась, я говорю, понимаешь, я кет нарисовать могу, а, значит, тебе вряд ли, ты же инженер, а вот как раз получал образование инженера, ты же можешь там по точкам всё нарисовать? Он говорит, нет, не могу, давай ты, я говорю, так, слушай, надо что-то делать, понятно, что леопарда вот такого мы не нарисуем, понятно, давай простой геометрический герб, например, стропила, ну на время, да окей, давай, стропила, стропила, это по линейке вот так вот шеврон нарисовал, это мы сможем, отлично, я говорю, ну по крайней мере хоть цветовую гамму выдержим, чёрное, золотое, Лёша говорит, сейчас, полез под кровать и говорит, слушай, говорит, Джуков, у меня есть только зелёное и жёлтое, собственно всё, это идеальная, я считаю, легенда появления герба прямо средневекового, но я думаю, что в Римской империи щиты примерно так же красили, надо бы красный с золотом и с белыми молниями Юпитера. Да, но есть только чёрный. Ну, у меня есть только чёрный и белый, собственно, красить. Существовал ли размерный ряд древнеримских доспехов и прочего обмундирования, т.е. имело ли место случай выдачи, к примеру, Климусу Скоробеусу каски третьего размера, а Димитриусу Фасциусу каски второго? Как проблема выдачи правильного размера обмундирования решалась в Римской армии? Такая проблема решалась всегда правильно, потому что не существовало, не было в Римской армии никаких размеров, потому что подавляющее количество снаряжения выпускалось непосредственно в легионах, в легионных мастерских, т.е. у тебя прибыло пополнение из 500 человек, ну там примерно прикинул, 100 харь жирных, 100 харь тощих, остальные как обычно, ну и всё, на них делалось снаряжение. Это как ещё в Российской императорской армии, например, в начале XIX века, на полк или на роту, на взвод, выдавались штуки сукна, локти там, оршины кожи, такое-то количество заклёпок, и вот люди, которые хорошо умеют точать кожу, шьют перевязи, портупеи, оружейные ремни, другие, тут же шьют обмундирование, естественно, по утверждённым лекалам, конечно же. Вот и полк сам себя одевает как надо, то же самое и тут происходило. Легион сам себя одевал так, как надо, в то, что надо, поэтому, конечно, унификации снаряжения там не было даже, ну нет, в приблизительном виде, конечно, да, была, т.е. если ты легионер, у тебя должна быть круглая каска с козырьком примерно, похожим на то, что у всех остальных подвижные на уши, нащёчники и т.д. Это, с одной стороны, не здорово, потому что нет централизованного обеспечения, т.е. у тебя все как-то будут одеты и, может быть, похожи, но не одинаково. Удобнее, конечно, чтобы государство обеспечивало, вот прямо с государственного завода, но у них не было государственных заводов и не было возможности их построить, вот так, как мы это себе понимаем, какой-нибудь там завод «Арсенал» или «Уралвагон», «Уралус вагонус заводус», нет, такого не было. А с другой стороны, такая система позволяла очень быстро и гибко реагировать на изменения ситуации. Например, приехали к дакам воевать, обнаружилось, что даки воюют с здоровенными двуручными косами. Ну, эти вот знаменитые на здоровенные длинные ручки, такие с хитогановидным клинком косы, они, во-первых, так как имеют обратный изгиб клинка, легко доставались за щитом. Вот ты поднял щит, а т.к. она кривая, она попадает тётку в голову за щит, а т.к. попадает она уголком, она шлем пробивает. Ничего себе! Опять же, высунул руку из-за щита, ты достать противника не можешь в силу того, что у него эта штука очень длинная, а мяч короткий. А тебе там товарищ сбоку – раз, косой по руке и треснул, а наручь-то у них не было, поэтому всё плохо. Римляне пострадали от этого некоторое время в рукопашных схватках, и буквально очень быстро появился дакийский тип доспехов, когда у них на руку одевала железная маника, т.е. наруч, железная рука буквально, набранная из узких пластин, соединённых на внутренних ремешках, подвижная, ну как лорика, сегментная лорика, точно такая же, только на руку. Шлемы стали усиляться немедленно, совершенно здоровенными, там по 5-8 мм крестообразными накладками сверху. Это прямо тут же в легионах подумали, что какая-то ерунда происходит, много травм, не надо нам такого. И тут же отреагировали буквально, не дожидаясь, что там тебе сейчас из Рима пришлют новый танк «Армата» против «Армата». Нет, сами сделали, поэтому гибкость системы была очень большая. Дак, мудак. Куда девали весь походный скарп во время боя? Оставляли в лагере. Ну, если был лагерь, конечно, оставляли в лагере. Не с собой же тащить все эти самые каменные мельницы и прочие. Лагерь оставляли охранять специальные подразделения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok